Проконсулы оказываются очень примитивны. Примитивнее, чем шимпанзе и орангутан. Отсутствие хвоста — это нечеловеческий признак. Это закорючка с кисточкой, чтобы размахивать и показывать, что я здесь. Человекообразные стали человекообразными в смысле зубов. Там такие костяшечки какие-то ни о чем. Головюшка-то там совсем небольшая. И зубежки-то тоже очень довольно скромные. Правда, проконсулы сам был сильно меньше, чем шимпанзе. Ох, я уж почти горилла. Итак, здравствуйте. Снова программа «Человек разумный». И я ее ведущий Дробышевский. Может быть, тоже чуток разумный. И сегодня речь пойдет о проконсулах. О наших самых, можно сказать, главных предках. Ну, главный и неглавный вопрос такой туманный. Потому что предков у нас много в глубине времен. Но проконсулы одни из самых основных. И тем более, что приятно очень хорошо изученных. Проконсулы в широком смысле этого слова – это первые человекообразные обезьяны. Это первая группа человекообразных, которые при этом были еще крайне примитивны. И в этом-то их замечательность. Что часть признаков у них очень-очень архаичная. И видно, что это еще совсем примитивные существа. А с другой стороны, мы точно видим, что они уже человекообразные. Уже предки нас. Замечательно, что в разных своих особенностях они эволюционировались неодинаковой скоростью. Ну, вообще, это весьма типично для процесса эволюции и для эволюции приматов в частности. Если посмотреть широко на эволюцию вообще приматов, то мы увидим, что всегда практически наибыстрейшими темпами менялись зубы. На втором месте всегда находились ручки-ножки. И на последнем месте по темпам эволюции находились мозги по остаточному принципу. И на примере проконсуловых это видно лучше всего. Собственно, почему мы их считаем человекообразными? А потому что у них зубы человекообразные. И на малярах, которые самые информативные, уже имеется так называемый узор дриапитека. Хорошо бы его было назвать узор проконсула, но дриапитеков нашли просто раньше. И он типичен для всех человекообразных. Ну, тут нет смысла, я думаю, сейчас даваться на всякие там эти гипоканулиды какие-нибудь. Но, тем не менее, каждый может при большом желании открыть широт поширше, ну, желательно посвятить туда лампочкой и перед зеркалом полюбоваться на этот самый узор. Ну, если у вас есть маляры, если они еще не запредельно стерты, то вы его, в общем-то, увидите. И вот это характерное строение сформировалось еще 20 с лишним миллионов лет назад. А у других обезьян родственных узор на зубах совсем другой. Так что человекообразные стали человекообразными в смысле зубов. Ну, на самом деле, понятно, что у нас есть не только маляры, а у нас есть и другие зубы. Передние зубы, резцы стали довольно-таки широкими. Ну, в принципе, они и были не узкие, но стали расширяться. И в последующем только расширялись и расширялись. Ну, если не брать только человека. Потому что человекообразные стали довольно крупными и фруктоядными. И вот этими большими широкими резцами они ели фрукты. Ну, видимо, в это время фруктоядность начинает доминировать. То есть, в принципе, растительноядными-то они были и раньше. Но ели вообще все подряд. И фрукты в том числе, конечно. Но листья, наверное, больше. Наши предки в миоцене, ну, а 20 с лишним миллионов лет назад, это вот самый конец элигоцена, начало миоцены, жили в тропических лесах в Центральной Африке. Им там было очень хорошо, там было очень много фруктов. Ну, кстати, косточки даже найдены. И поэтому передние резцы стали расширяться. За резцами находятся клыки. Клыки у самых первых человекообразных были разные, на удивление. От довольно-таки скромных, маленьких, до довольно-таки приличных, больших и толстых. И это показывает разнообразие их поведения. А это самое-то приятное и интересное. Потому что размеры клыков у обезьян, особенно у таких продвинутых крутых обезьян, узконосых, очень хорошо иллюстрируют их доброту или, наоборот, злобность, агрессивность. То есть, если приматы какие-то достаточно социальные, эгалитарные, добрые, не особо дерутся, то у них клыки будут небольшие. А если они какие-то особо злобные, хищные, бесконечные дерутся, у них клыки будут большие. И вот у этих самых первых проконсуловых, у разных видов, клыки были не одинаковые. А вот у которого проконсул-проконсул, который самый главный и самый основной и лучше всех изученный, кстати говоря, клыки были довольно-таки умеренных масштабов. Ну, самый лучший сохранившийся череп самки имеют прямо-таки скромные клыки, которые, конечно, больше, чем у современного человека. Ну, в общем, так заметно больше. Но заметно меньше, чем у современных шимпанзе. Ну, правда, проконсула сам был сильно меньше, чем у шимпанзе. У него размер-то, как у макаки. Но это, тем не менее, мордочка-то там довольно такая скромненькая. Это до крайности показательное и познавательное. Потому что выходит, что от проконсула через всяких там кинеопитеков, австралопитеков и прочих до нас, и от проконсулов до шимпанзе зубы менялись немножко как бы в разные стороны. От проконсула до нас они уменьшались и уменьшились чуть-чуть. А от проконсула до шимпанзе они увеличивались и увеличились очень сильно. А если взять от проконсула до орнгутана или от проконсула до гориллы еще лучше, то они прямо-таки катастрофически увеличились. То есть они стали просто гигантскими. И это показывает, что социальное поведение эволюционировало в разных направлениях. Кто-то становился более добрый, это про нас, а кто-то становился ужасно злобный. Самые первые проконсула на самом-то деле были маленькими. То есть головюшка-то там совсем небольшая, и зубежки-то тоже очень довольно скромные. Если посмотреть на те же самые маляры, ну как самые известные и самые такие большие, то у проконсула-то они совсем махонькие. И потом в направлении к современным человекообразным обезьянам, ну типа тех же шимпанзе горел, они подросли, а в направлении нас они вначале очень сильно подросли до масштаба астралопитеков, у которых были здоровые такие уже маляры, а потом снова уменьшились. И это показывает, что эволюция может идти нелинейно, она довольно часто меняет свой вектор в зависимости от необходимостей и нужд. Также познавательная форма зубной дуги, потому что у человека зубная дуга практически полукруглая. У современных человекообразных обезьян зубная дуга прямоугольная, то есть у них здоровые клыки по углам, передние зубы прямой ряд образуют, и задние зубы образуют два параллельных ряда друг за другом, еще между собой могут сходиться задними концами эти два ряда. А у проконсула зубной ряд промежуточный чудесным образом, то есть он не больше похож на современных обезьян, чем что-то еще. То есть получается, что от проконсулов, опять же, в сторону человекообразных обезьян в одну сторону шла эволюция, а в сторону нас немножечко в другую сторону шла эволюция. И у обезьян зубная дуга альвелерная становилась все более прямоугольной и квадратной, ну, за счет всех тех же клыков, а в нашу сторону все более округлой. Но это показывает, что современные человекообразные обезьяны ни в коем случае не могут быть рассмотрены как предки и как что-то такое архаичное и древнее. Они поменялись, и по многим признакам поменялись больше, нежели человек, что чудесно. Но не одними зубами, понятное дело, замечательный проконсул. Проконсулы имели еще и тело с ручками и ножками. Как я уже говорил, зубы меняются быстрее всего, и зубы-то там, да, человекообразные, а ручки и ножки меняются медленнее. И вот там крайне любопытно, потому что пропорции конечностей у проконсула не такие, как у современных человекообразных обезьян. Современные человекообразные имеют либо очень длинные руки и короткие ножки, что достигает апофеоза у гиббонов, например, либо, наоборот, длинные ножки и короткие ручки, как у человека. А у проконсула у него одинаковые длины ручки и ножки, ну, практически идеально, одного и того же размера. И причем они такие не длинные, не короткие, а самые, что они есть, умеренные. И по пропорциям проконсул был больше всего похож на макаку неожиданным образом. Более того, если мы будем рассматривать не просто пропорции конечностей, а какие-то там тонкости, нюансы, детали строения, то мы увидим, что почти по всем параметрам, ну, по крайней мере, по давляющему большинству параметров, проконсулы – это мартышкообразные обезьяны. Вот если бы у нас эволюция приматов изучалась в основном, скажем, по плечевым, локтевым и бедренным костям, ну, как самым таким информативным, то тогда бы мы проконсулов, скорее всего, отнесли бы к мартышкообразным. И мартышкообразные, в этом смысле примитивные действительно, они сохранили, видимо, более-менее базовую версию, ну, возникшую еще и несколько раньше, где-то там в Альгоцене, скорее всего, а может даже и немножко раньше. Ну, потому что это такое довольно генерализованное, не специализированное передвижение на четвереньках, с опорой на ладонь, ну, с там какими-то не сильно длинными прыжками, довольно быстрым бегом и с таким разнообразным репертуаром лазания. То есть они могут и по горизонтальным веткам бегать, и вертикально взбираться, немножко подвешиваться, но не специализировано далеко-никак гиббоны, и по земле, в принципе, перемещаться, и как угодно. И вот такая базовая версия, она возникла еще где-то там на заре обезьян, ну, как минимум там в конце ацены, потом в Альгоцене доводилось до ума, а, соответственно, дальше в наследство досталось в одну сторону мартышкообразным, в другую сторону первым человекообразным. И проконсулы оказываются очень примитивны. И, более того, по многим из этих параметров мы оказываемся больше похожи на проконсулов. Опять же, чем современные человекообразные, те же самые шимпанзе, горилла, рангутаны, уж тем более гиббоны, на все те же самых проконсулов. Особенно ярко эта наша примитивность видно в строении кисти. Потому что у проконсула кисть очень проста и незамысловатая. То есть, ну, все те же самые пять пальцев, сравнительно длинный большой палец, ну, не такой, как у нас, конечно, ну, по сравнению с обезьянами современными, очень длинный. Такие узкие, длинные, тонкие пальцы. И самое главное – это ладони хождения. То есть, это опора на ладонь, и пальцы прямые, они не изогнутые. Ну, немножко кривее, чем у нас все-таки за деревья цепляться надо. Но не сказать, чтобы они были какие-то сильно изогнутые. И практически так же устроена кисть современной макаки. То есть, там такие костяшечки какие-то ни о чем, без каких-то там ярких признаков. Ну, бывают вообще приматы с прикольными кистями. Бывает какая-нибудь рука-ножка там с невероятными пальцами. Лори какие-нибудь, у которых там что-то такое странное тоже, да, там какие-нибудь сросшиеся пальцы. А вот у марцышкообразных хапроконсула самый примитивный вариант, самый базовый. И у нас сохранился ровно тот же самый. Потому что первое главное назначение было бегать с опорой на ладонь. И мы потом, когда слезали из деревьев, мы, собственно, так и слезли с такой кистью. Ну, и только потом еще стали орудия делать, что-то там палки всякие хватать, швырять. Но, принципиально, строение не поменялось. И уже только где-то там к полутора миллионам лет назад у нас немножечко довелся до ума трудовой комплекс кисти. Ну, это такие нюансы и детали. В принципе, на общем фоне это ни о чем. А у современных человекообразных обезьян по сравнению с проконсулом изменения были очень даже большие. Потому что современные человекообразные по сравнению с проконсулом стали гораздо более активные древолазы с подвешиванием на руках. То есть у них развилась брехиация, когда они могут держаться руками над головой. И чтобы тушка висела в вертикальном положении. У современных человекообразных развилась такая форма передвижения, как вертикальное лазание, когда они могут вскарабкиваться на ствол дерева, чтобы позвоночник был при этом вертикальным, и ходить по ветвям на двух ногах, придерживаясь руками за все, что вокруг имеется. Такого варианта у проконсулов не было. К этому они были не способны. Они только вот на четвереньках с опорой на ладонь. И поэтому у современных человекообразных пальцы очень сильно изогнулись. Рекордных значений это достигает у гиббонов и в какой-то степени у орангутанов, когда каждая отдельная косточка в пальце фаланга изогнута. И даже если гиббон полностью распрямит пальцы, как у нас, у него вот так сделать не получится. У него пальцы будут все равно кривые. В самом разогнутом состоянии. То же самое орангутана. Что приводит к проблемам. Потому что на такой кривой кисти, ну, ей очень здорово цепляться за ветки, но ей невозможно опираться на землю. Очень неудобно получается. Поэтому, ну, либо они стараются вообще на землю не слезать, как гиббоны, например. А если все-таки вынуждены по земле ходить, часто ходят на двух ногах, держа ручки вот так вот на весу. Была такая гипотеза, что мы так же делали когда-то. Ну, нет, мы так не делали. У нас сейчас достаточно находок, чтобы это отвергнуть. Но, либо же, они по земле все-таки ходят на четвереньках, но с опорой на согнутые пальцы. Что развивается и у орангутанов. Ну, у них довольно странный вариант. У них как-то вот на боку кисть лежит. Они как-то вот так вот опираются. И лучше всего, конечно, у гориллы шимпанзе. При том, что у гориллы шимпанзе, и у орангутанов, тем более, эти способности возникли независимо друг от друга. То есть у предка было ладонихождение, и у тех, у других, у третьих возникла вот эта костяшка хождения. Хождение на согнутых пальцах. Что вообще очень странно, неудобно и довольно-таки чудно. Но пришлось, а куда деваться? Потому что размер тела вырос, пальцы изогнулись, и по-другому уже не выходят. Ну, вплоть до того, что у современных горилл, например, на тыльной стороне пальцев есть попиллярные узоры, как вот у нас на подушечках пальцев, а у них на тыльной стороне. А у проконсулов ничего такого не было. И у нас такого ничего не было. И мы никогда не ходили на согнутых пальцах. То есть, в принципе, иногда вот так стоишь, допустим, перед столом, и так прямо как-то вот опираешься, и думаешь, ох, я уж почти горилла. Но нет, пробежаться так вот вскачь не получится все-таки, как у горилла. Ну, тем более, что она весит там больше 100 килограмм. Вот если человек, весящий 100 килограмм, попробует вот так пробежаться, он себе пальцы сломает, и кисть вывихнет. Потому что это же не только про пальцы, на самом деле, и про пясные кости, и про запясные кости, и про лучевую кость, там всякие скошенности суставных поверхностей, про всякие там дополнительные гребешочки, пупырышки на костях, которые вот ограничивают разгибание на обратную сторону, на тыльную. У проконсула ничего такого не было, никаких таких специализаций. И у нас ничего такого нету, и у наших предков тоже ничего такого не было. А у шимпанзе Игорева такое есть. И по итогу получается, что наша кисть, ну это в принципе немножко измененная кисть проконсула. И мы крайне в этом смысле примитивны. Хотя мы встали на две ноги, но новая функция эта появилась далеко не сразу, трудовая деятельность. То есть на две ноги мы стали встать 7 миллионов лет назад, а орудия освоили 2,5 миллиона лет назад. И весь промежуток мы, в общем, ну фигней страдали, если честно, то есть весь промежуток мы на руках уже особо не ходили, орудия не использовали, ну и кисть вот эту архаику сохранила вполне себе. Кстати, если бы мы раньше начали делать орудия труда, может быть больше изменилось. Ну, собственно, примерно тоже можно сказать про стопу. В стопе у проконсулов тоже очень архаичный вариант. У них оттопыренный такой большой палец. Ну у нас как раз специализирована уже продвинутая версия. И в принципе проконсуловая стопа от шимпанзины уже ничем особо не отличается. Ну только что там, например, был прихалюкс. Это такая дополнительная маленькая косточка в основании большого пальца, ну которая для примитивных всяких обезьян довольно-таки характерная, а у продвинутых уже исчезает. Ну хотя, в принципе, иногда и у гиббонов, например, она тоже может быть. Ну это такие уже там мега-нюансы. Но проконсулы все-таки по сравнению со своими предками немножко подросли. И достигли массы, ну по крайней мере, там 10-15-20 килограмм. Самые одаренные, может быть, до 90 килограмм. То есть практически до горилых размеров. И, ну там видов-то несколько, на самом деле, известны. И при размерах тела, ну хотя бы уже там 10-15 килограмм, это уже слишком большой размер, чтобы лихо и далеко прыгать. Следствием чего стало исчезновение хвоста. Потому что хвост у обезьян нужен как балансир при прыжках. Ну еще и сигнальная штука, конечно, тоже. Но это второстепенное все-таки дело. Сигналит там можно и лицом, и там криками. А хвостик нужен для балансировки. И пока зверюшки были маленькие, хвост был очень актуален. У примитивных приматов всех длинный хвост. Мартышкообразное многие сохранили. А многие, кстати, и не сохранили. Особенно макаки в этом смысле показательные. Маленькие макаки, они имеют длинный хвост. Там даже есть такой вид длиннохвостая макака, он так и называется. А крупные макаки с коротеньким хвостом. Какой-нибудь там свинохвостый макак. У него тоже название уже говорящее. И у павианов тоже хвостик. Ну он не то чтобы прям совсем маленький, но не функциональный. То есть он именно что сигнальный. Просто закорючка с кисточкой как бы, да, чтобы размахивать. И показывать, что я здесь. А так, в принципе, как балансировка уже смысла не имеет. И у проконсулов хвост точно исчез. Потому что у нескольких видов, ну допустим, нахолопитека, собственно, проконсула как такового, известны либо фрагменты крестца, либо копчика. Ну и то, и другое на самом деле известно. И мы по ним видим, что хвоста уже не было. Кстати, как показывают современные данные, может быть, вот это самое исчезновение хвоста могло происходить очень быстро. То есть, в принципе, известная мутация, которая, на удивление, совпадает у мышей, которые приводят к бесхвостности, и у людей. Практически та же самая мутация, такой же механизм, лишил у нас хвоста. И вот у обезьян тоже что-то подобное может происходить, причем независимо в разных линиях. Ну потому что генетика хвоста у млекопитающих исходная, это базовая одна и та же. Ну и мутация, нарушающая это дело, может быть, очень похожа. Ну хотя они не строго идентичны, очевидным образом. Даже, например, у короткохвостых разных пород собак и кошек неодинаковые мутации, даже насколько мне известно. Некоторые вот эти бесхвостые какие-нибудь собачки и кошки, разные породы, внешне выглядят совершенно одинаково, но породы разные, потому что мутации они одинаковые. Ну вот, но это я уже увлекся. А возвращаясь к проконсулам, хвостик у них исчез. И по этому признаку они уже все-таки человекообразные. Ну это же, кстати, говорит о том, что отсутствие хвоста – это не человеческий признак, это общий человекообразный признак, возникший еще больше 20 миллионов лет назад. Ну более того, в последующем исчезновение – это исчезновение, но редукция продолжалась, и в этих хвостовых позвонках, в копчике, все-таки сохранялось некоторое количество этих самых позвонков. У человека по стандарту их 4. То есть на самом деле бывает по-разному, там и больше, и меньше, они могут вообще срастаться, ну и чаще всего так и делают. Но вообще как бы исходно их 4 штуки чаще всего. А вот, например, у шимпанзе и орангутана чаще всего 3 хвостовых позвонка, что очевидным образом показывает, что мы примитивнее, чем шимпанзе и орангутан, потому что у нас хвост длиннее на целый позвонок. То есть понятно, что и у нас, и у орангутанов, и у шимпанзе снаружи хвоста не видать, его нету. Но, тем не менее, внутри-то он есть, и в копчике-то вполне себе имеется. Ну, про консула мы не знаем, сколько было этих позвонков, потому что отдельные позвонки известны, но не все. Вот прямо целиком хвостик так ни разу и не сохранился. Ну и у каких-то самых ранних представителей, может быть, он еще и внешний какой-то там был, но это мы точно не знаем. В принципе, даже уже у предыдущих про консулу видов хвост уже укорачивался. Это мы видим там по крестам тем же самым. То есть он там был, но уже небольшой, а у про консулу совсем исчез. И, собственно, третья большая часть тела – это мозги, как я уже сказал. То есть получается, что по зубам это явно человекообразные обезьяны, по ручкам, ножкам они, строго говоря, еще мартышкообразные, но такие очень плюс-минус продвинутые по некоторым счетам от нас не особо отличаются. Хвостик уже, да, это мы. А вот по мозгам они до крайности примитивные, очень примитивные, потому что размер мозга самого сохранного черепа про консула – 130 грамм примерно. Там, правда, не вся мозговая коробка сохранилась, только передняя часть, но так заднюю тоже можно прикинуть примерно. Ну и получается вот где-то 130 грамм. Это очень мало, потому что это размер мозга современного павиана. Для сравнения, у современного шимпанзе в среднем где-то 350-400 грамм. У про консула 130, тут 350-400. У нас 1350. То есть там 130 грамм, а у нас 1350. То есть прямо-таки на порядок больше. У нас мозги приросли. В этом смысле мы, да, превосходим. Но и строение мозга про консула тоже крайне просто и не похоже на строение мозга современных человекообразных. То есть скорее у про консулов мозг-то еще очень-очень примитивный. И по сути дела, опять же, мартышкообразный, если не хуже. Ну, к сожалению, опять же, целого эндокрана у нас до сих пор нету, но передняя часть вполне себе имеется. И мы видим, что она крайне-крайне проста. То есть мозг эволюционировал по остаточному принципу, ну, вот просто вот, чтобы лишь бы что-нибудь было. А такая замедленная эволюция мозга была связана с образом жизни этих самых проконсулов. А жили они в райских условиях. Потому что, как я уже говорил, появились и существовали они в тропической экваториальной Африке. Больше всего находок сделано в Кении и в Уганде. В Кении на острове Русинга, в Уганде, там, в Мароте и там, в других всяких местах. И у нас найдена же не только проконсула, а целая экосистема. И мы видим, что там жилось очень хорошо. Были тропические леса. Ну, в Русинге это был склон вулкана, Кисенгири и там какие-то другие. И на склоне текло много-много ручьев. Были так называемые галерейные леса, такие смыкающиеся над потоками воды, с большим количеством фруктовых деревьев. И там довольно длинный список этих самых фруктовых деревьев известен. То есть так называемое дынное или там сметанное дерево с такими здоровыми плодами. Там тыква горлянка, ну и всякие там и прочие замечательные там всякие оранжевые такие клевые ягодки. Ну, потому что оранжевые, конечно, древних мы не видим, да, а современных видим. И вот все эти же самые растения, которые мы обнаруживаем в Русинге в склопаемом виде, растут и сейчас в Африке и входят в рацион шимпанзе. То есть жили они хорошо. Причем, что крупных древесных хищников в тот момент еще не было. Ну, были там первые кошки какие-то уже в Африке, в принципе, были криодонты. Но кошки были маленькие, криодонты были наземные, а проконсулы чувствовали себя в этих самых лесах прекрасно. И где-то вот от 26 миллионов лет назад до примерно 15 миллионов лет, ну, то есть где-то порядка 10 миллионов лет, это просто вот райземной хищников нет, еды полно. Это средний миоценовый климатический оптимум, когда прямо вот сжилось прекрасно и хорошо. И если бы климат не менялся и не происходила реализация-савонизация, то и до сих пор бы эти самые проконсулы так бы и существовали. Но нет, климат стал меняться. Одни линии затухли, как, например, какие-то там афропитеки, нянзопитеки, дендропитеки по разным причинам. Вот эти вот деривации, как бы, да, варианты проконсуловых исчезли. Одни пытались стать сугубо листоядными и проиграли эволюционную гонку каким-нибудь там мартышкообразным тонкотелым обезьянам. Другие становились огромными наземными существами, как афропитеки, и проиграли эволюционную гонку павианам, которые гораздо эффективнее оказались. А кто-то все-таки сохранился в лесах, и у нас есть горилла-шимпанзе в Африке. Кто-то ушел в Азию и превратился либо в очень лихих быстрых гиббонов с брахиацией, либо в рунгутанов, которым, правда, не очень повезло, потому что их люди теперь притесняют очень сильно. А кому-то наполовину повезло, а наполовину не повезло, потому что они оказались в самых осушающихся и исчезающих лесах, и им пришлось эволюционировать. И через несколько промежуточных стадий всяких там кенияпитеков, накалипитеков, они уже ко времени 7 миллионов лет назад стали ранними австралопитеками, стали выходить в Саванну, но это уже совсем другая история. Подписывайтесь на канал RTVI, ставьте лайки, оставляйте комментарии, пишите все, что вы знаете о проконсулах, потому что ясно, что я не все рассказал, а еще есть много всего интересного про них. Подписывайтесь на телеграм-канал RTVI, там вы узнаете еще много-много всего интересного.